Наталья, какие конкретные инструменты и программы цифровизации сейчас активно используются в строительстве для контроля сроков? В целом на текущий момент используются наши зарубежные продукты. Это Microsoft Project, это продукты по Primavera Oracle. Но так как сейчас в нынешней макроэкономической секциональной политике, эти продукты для нас стали в некоторой степени недоступны. Поэтому многие девелоперы, проектные институты начали искать русские аналоги, которые можно переиспользовать с таким же функционалом. В целом на рынке сейчас их достаточно много, но большинство крупные игроки все равно еще остаются на этих санкционных продуктах, которые покупают по серому импорту, продлевают лицензии и так далее. Но нужно понимать, что применение таких продуктов не позволит максимально расшириться, масштабироваться. И если наша компания будет расти семикратно, то продукты лучше все-таки выбирать те, которые позволят именно масштабировать в рамках всей компании. Как я уже сказала, на российском рынке достаточно большое количество продуктов, которые можно выбрать, которые будут закрывать все потребности по планированию сроков, будь то строительство или проектный институт. Какие основные проблемы и трудности возникают при интеграции новых цифровых решений в традиционные процессы управления сроками? Любое внедрение какого-то продукта, будь то это IT-продукт, будь то это какой-то продукт, как компания, которая создает, всегда первая из сложностей – это сопротивление сотрудников. Фактически, когда сотрудники привыкли изо дня в день выполнять одни и те же функции в рамках своих условно любимых систем и переходить на что-то новое, им становится достаточно проблематично сложно. Есть какой-то определенный процент сотрудников, которые готовы, открыты новому, готовы осваивать что-то новое, внедрять в компании и так далее. Но большинство, в принципе, именно в строительной области, полно таких людей, которые, скажем так, этому глобально сопротивляются. Просто в силу того, что строительная область, она в целом сама по себе является максимально, скажем так, не оцифрованной. То есть мы стремимся, мы как девелоперы, мы как проектные институты, мы стремимся к этому, но часто получается так, что продукты нам даются тяжело, именно сотрудникам, и для этого приходится тратить очень много сил на внедрение. Вот именно в рамках внедрения появляются дополнительные сложности. Это как раз-таки интеграция с текущей экосистемой. То есть, допустим, у нас в компании уже есть какие-то наборы продуктов, которые там собирают аналитику, собирают финансы, еще что-то. И мы в эту экосистему пытаемся внедрить новый продукт, внешне совершенно, и для того, чтобы их синтегрировать, чтобы их, скажем так, работу настроить синхронно, чтобы не требовалось какие-то дополнительные функционалы, приходится потратить достаточно большое количество времени. То есть, это и время сотрудников для обучения, для понимания процессов, это и время разработчиков, чтобы сделать различные интеграции, и, соответственно, какое-то время тратиться на проверку корректности данных и так далее. Ну и, наверное, третья основная проблема, которая в рамках внедрения любого продукта, это получается, в принципе, неготовность, нежелание в целом компании. То есть, как часто бывает, что, допустим, акционеры хотят зайти в цифровую трансформацию, в цифровизацию, допустим, если менее такой глобальный уровень, но все, скажем так, кто ниже, да, по уровню, по менеджменту, категорически этому сопротивляются. Причин может быть большое количество, это могут быть и нежелание, в принципе, опрозрачивание, да, то есть любая IT-система дает нам максимально понятную информацию, да, о финансовых ситуациях, о сроках, о качестве и так далее. Соответственно, не всегда есть желание, скажем так, у среднего, мидл-менеджмента выводить, скажем так, всю свою подноготную работу, да, на самый верх и показывать акционерам, генеральному директору вот эти вот, скажем так, не всегда удачные бизнес-процессы. Какие навыки и компетенции необходимы современным специалистам в строительстве для успешного управления сроками в эпоху цифровизации? Ну, как я уже ранее сказала, да, строительство является, ну, не менее оцифрованной областью, и поэтому здесь полно сотрудников, которые нелояльны, скажем так, к цифровизации. Поэтому в первую очередь нужно уделить внимание тем сотрудникам, которые готовы, открыты к новому, да, соответственно, у них есть желание развиваться не только ради своих каких-то личных компетенций, абинций и так далее, но и ради компании. То есть это, по сути, должны быть лояльные сотрудники, именно компании, открыты к новому. Второе, наверное, вот такое важное тоже из компетенций, это в целом желание, скажем так, сотрудника развивать область, да, то есть не просто там, да, получить зарплату и так далее. То есть это сотрудники должны быть ориентированы на успех, на глобальную цель. И, собственно, это должны быть все-таки сотрудники, которые, ну, скажем так, имеют опыт какой-то в цифровизации, да, то есть у нас очень много людей, очень много сотрудников, которые могут, ну, не обладать элементарными навыками. Тем более сейчас, как бы, в эпоху цифровизации все больше и больше будет продуктов, которые необходимо будет осваивать. Если у сотрудника нет, скажем так, базовых навыков, то, соответственно, и дальше внедрение продуктов, каких-то использований будет гораздо сложнее. Ну, помимо всего этого, да, как бы самое главное, чтобы все-таки технологические все этапы были соблюдены. То есть, естественно, без компетенции именно в области, в отрасли, ну, естественно, не стоит брать. Но именно вот желание к чему-то новому, к цифровизации, это должно быть первостепенным. На что следует обратить особое внимание при планировании контроля сроков строительства в ближайшие годы? А, собственно, сейчас в ближайшее время, да, идет семимильными шагами, вот именно как раз цифровизация. Поэтому, в первую очередь, нужно обратить внимание в целом на свою стратегию развития. То есть, как компания, куда вы движетесь, какая у вас конечная цель. То есть, вы хотите остаться на том же уровне, вы хотите развиться там на 20-30-40% больше. Или там в 3-4 раза, как вот некоторые наши клиенты говорят. Вот мы сегодня строим, допустим, столько, да, а в следующем году мы хотим X2 увеличить свои объемы, да, помогите нам проведите цифровизацию. Поэтому первое – это, конечно, цель, ваша стратегия. Второе, получается, в рамках вот той цели, той стратегии, которую вы озвучили, да, для себя, для компании, там, для акционеров или акционеры для вас озвучили, необходимо понять, что именно у вас по процессам происходит. То есть, здесь уже как раз начинаются первые этапы цифровой трансформации. То есть, как компании нужно все-таки понять, что для того, чтобы вырасти, нужно двигаться в рамках цифровой трансформации. Поэтому сначала провести аудит своих процессов, да, то есть, что есть, и дальше уже смотреть, где можно оптимизировать, где можно подключить автоматизацию, где-то цифровизацию, а где-то глобально все, скажем так, перекроить, перешить, переделать и, собственно, выстроить новые процессы, которые позволят максимально быстро достичь ранее поставленной цели. Ну и третье, наверное, это не исключать все-таки цифровые продукты, искусственный интеллект, машинное обучение и так далее. Да, сейчас, может быть, это кажется каким-то, ну, какой-то фантазией, какой-то сказкой, но на самом деле уже сейчас много, там, тот же искусственный интеллект используется при разработке сроков планирования, при разработке финансирования. То есть, очень много уже кейсов таких, когда именно вот современные технологии, которые вчера еще казались несбыточной мечтой, сегодня уже помогают строительству. Поэтому тут важно не исключать новую технологию и быть, так сказать, ну, пусть не на острие, но хотя бы близко к тому, чтобы смотреть, какие нововведения есть. Плюс к этому поможет, как бы, ну, чтобы не потеряться во всем обилии, да, всего этого. Все-таки какой-то мониторинг рынка, да, что есть какие продукты, вот эти конференции и так далее. То есть, не забывать, скажем так, просвещаться именно в рамках цифровизации, трансформации и так далее.